Ну, наконец-таки. Да, что-то страшно. Страшновато маленько. Непривычно ехать, пацаны, на мопеде. Опа! Вот это, кайф, все, закрутил. Нифига себе, тормоза с юзом цепляют по асфальту. Закрутил зеркальце, пацаны, зеркала нормальные, а ты жака у меня стоят. Но в них видно вообще прям кайф. Молодежь. Арматура торчала, проволока вернее. 10 миллиметров. Так, что здесь у нас трасс? Можно, конечно, через рельсы его перекатить, а можно выезжать, но выезжать долго. Ну, ладно, что, пацаны, выйдем нормально. Да, зеркала скрутилась. Надо это тоже подкрутить. Или оно не подкручивается. О! Блин, маленько отдохнуло, а. Что-то у меня жопа мокрая все. Трусы мокрые, пацаны. Смотрите, как след пустит проветриться. Да, я в бить промокший. Сидуха пригрелась на солнце, подсохла. Да и я подсох. Гоу-гоу-гоу, ригау, пацаны. Орникиш фурлайв. Есть, бэйби, есть. Там, гуд-гуд. Зеркут. Ха-ха-ха. Что-то меня накрывает, пацаны. Погнали. Погнали. Блин, она, блин, она. Офигеть, вот я не заметил этот лежак. Вот это жесть. Вот ты ладно, хотя тормозился. Передним тормозом, ребят, что-то я боюсь тормозить на этом мопеде. Вот. Что-то он тоже резкий какой-то, блин. Тут все резкое. Задний-то, понятно, регулируется. Вот передний. Что-то пока не привык, пацаны. Опа! Еще один. Да охренеть. Вы хотя бы их покрасили, что ли? Красочкой бы хотя бы прошлись бы какой-нибудь желтенькой или беленькой. А то вообще не видно ни хера. Вот реально, пацаны, вот не видно. Еду специально, смотрю, ни хера не вижу лежачий. Вообще трэш. Я представляю, сколько побили машин, блин. Подвеску оставили. А это что такое? Засада для снайпера. Для охранника, вернее. Скоро, пацаны, будут стримчики, наверное. Стримчики. Скоро будем стримить, пацаны. Игрухи будем стримить. Я думаю, здесь уже лежачих точно нету. Блин, ну надо смотреть вообще там. Они прям реально одного цвета. Прям из этого же асфальта. А вот, 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 вот. Ну где еще, просто ладно, березка, тень. Давайте дадим газкурь, пацаны, нашему лютому аппарату. Сколько он пойдет. Блин, труселя мокрые. Блин, как ехать некомфортно. И носки тоже мокрые, ноги с кроссовками. Погодка, я надеюсь, ты мне больше сегодня дождя как бы не, ну, не угостишь дождиком, да? Не надо меня сегодня угощать дождиком своим. Хорош, реально хорош. Барьерными автоматами. Ага. Переезд оснащен пацанами с автоматами. И там ждем, там летят как бешеные. А что, мне спешить некуда, пацаны. Я все равно, если даже сейчас выйду, я нисколько не сэкономлю времени. Потому что я проверял, пацаны, я же вам рассказывал. Я ехал 30 километров в расстоянии. На мотоцикле ехал 250-270. Вот, а пацаненок ехал на машине 120 максимум. И в итоге он подождал. Я еще съездил домой, кое-что забрал, приехал к тому месту. И в итоге он подождал меня, ну, минут 5 ровно, короче, сигаретку выкурил, грубо говоря. Вот. Так что не стоит оно того, ребят, вы много времени все равно не сэкономите на скорости. Это если только прямо очень большие расстояния с хорошей дорогой. Со свободным движением, с минимальным трафиком движения. Только тогда вы, может быть, сэкономите, ну, полчаса. Но все зависит от расстояния, конечно. Вот. Даже Санек Диабло, вот он гонял там 200, да, 220 у него. Если бы он не ехал спокойненько 150, ну, он бы приезжал бы там в точку назначения, допустим, ну, пораньше, минут так на 40, вот, на 50. Когда у него, у него был, короче, план 1000 в день. 1000 в день вот у него был план. А скорость, что, пацаны, к скорости привыкаешь. Все. Так же, как и я. Так что это опасная штука, довольно-таки. Скорость наркотик, пацаны. Что-то, пацаны, короче, еду, рассказываю вам, да. И вот, говорю, скорость наркотик, смотрю на спидометр 80. Смотрю на скотер, еду-то на мопеде, блин. И говорю вам, скорость наркотик. Так, вообще, прям, вот кадр, а. Ну, что, кайфово, кайфово. Тоже свой кайф есть. Знаете, пацаны, я вам сейчас расскажу, в чем кайф скутера. То, что он вас настраивает на спокойный, короче, лад езды. То есть на спокойный стиль езды вас настраивает скутер. Почему? Потому что, раз, тут нет в лапке переключения скоростей, и это раз. Вот. А когда вы переключаете скорость на мотоцикле, да, вы подхватываете такую, знаете, вот, дозу маленького адреналина. Вот, когда третья, ускоряете, чуть четвертая. Если особенно у вас такой динамичный разгон происходит. Что же, бинки одни здесь. Ну, да, здесь дорога вообще плохая была. Наверное, зимой побились. Вот. То, что настраивает вас на спокойный стиль езды. И, тем самым, вы просто со временем становитесь, ну, как бы, спокойно начинаете ездить. Вот. Но в то же время, если снова пересядете на мотоцикле, опять же, подхватит вот это вот. Маленькая доза адреналина при переключении скоростей. А здесь лапки нету. Здесь ты едешь, как бы, ну, в лайтовом таком режиме. А когда я еду на мотоцикле, я вот челкаю там, вторая, разгон, там, третья, там уже 170-200. Вот. И вот эта вот маленькая-маленькая доза адреналина при переключении скоростей, она провоцирует вас на большую дозу адреналина. Соответственно, это увеличение скорости. Вот. Так, ну и все, ребята, мы с вами повернули сюда. Вот она, самая большая гора. Пока ее не видно. А нет, ее видно. Вон там она, с левой стороны, сверху. И сейчас, ребята, я еду с мыслью о том, что 50 на 50 проеду я через эту реку или нет. Смогу ли я штурмовать эту реку, этот переезд, который короткий, который, ребята, на 30 километров минимум. На 30 километров он... Нет, подождите. На 30 километров это только в одну сторону, и в другую сторону 30. На 60 километров он как бы сокращает маршрут, этот переезд. Но когда я проезжал на Урале, этот переезд, там вода была до, прям до карбюраторов. А здесь, получается, мопед ниже, вот, и вода до воздуховода, до воздушного фильтра, она, наверное, будет туда попадать. То, что они есть, как бы, хорошо это. Вот. Шансы подеть пакет у меня туда никаких нету. Там есть дренажное отверстие, и тут через него все равно будет заливаться вода. И, ребята, это вот как бы... Блин. Это я уже практически, грубо говоря, доехал до точки назначения. Но если мне не удастся штурмовать эту реку, то мне нужно будет потратить, и там вот идет, наверное, ливень, мне нужно будет потратить еще минут 50, чтобы добраться. Даже, наверное, больше. Потому что там дорога, еще щебенка, вообще там просто жесть. А тут всего лишь переезд и два поля проехать. Вот. Будем надеяться. Если что, придется идти, как бы, ребят, на крайние меры, это снимать обувь и проходить, как бы, пешком на заглушенном моторе. Потому что на заведенном моторе есть шанс гидроудара. Вот. И можно, как бы, попасть вообще. Можно просто отсюда уже не уехать, пацаны. Вот в чем, как бы, опасность. Ну, давайте будем надеяться, что все будет нам в норме. Вообще прикольненько так мягонько идет по таким небольшим кочкам. Нормально. Кипаса, бам-бам-бам. Меня все устраивает. В принципе, для такого конструктива, как этот скутер, вот, диаметр колес, как бы, длина базы, да, скорость больше, чем вот 70, вообще просто не нужна. Просто там уже будет реально опасная скорость. Поэтому, блин, как бы рассчитан уже на свое. Вот. Вот. Так, вот, ребята, я качусь, остужаю движок. Вот. Сейчас будет большая река. И вопрос таков, смогу ли я ее переехать или не смогу? Переездик. Как бы машины проезжают на Урале бы, я без проблем проехал бы. Но я не на Урале, я на мопеде, блин, на маленьком, где колеса вообще. Так, сзади уже Нива едет. Сейчас посмотрим, как Нива проедет. Ох, нифига себе, что, ее осушили, что ли? Плотину поставили? Да ладно. Хотя, вроде бы, нет, или да? Тогда вообще будет классно. Хотя у нас жара такая, засуха, у нас, наверное, реки везде высохли. А, нет, это мне показалось, вот она. Ну, слушайте-ка, она намного меньше стала. Чем была. Слушайте-ка, да, блин. Ну, мне пацаны где-то советовали ее проезжать, где-то там, что ли. Вот. Поэтому я не знаю. Сейчас посмотрим, как Нива проедет. Сейчас посмотрим, как Нива штурмует. Ну, вот слева, видите, она берет слева. Ну, сколько там расстояние будет, интересно. Ребят, смотрим. Вот если пол колеса, вот если выше, чем пол колеса, то это будет риск. А что, смотрите, даже пол колеса нету, доступиться даже не доходит. Вообще нормально. Вообще нормально. Вообще, он, видим, как проехал. А если вот здесь ехать? Но здесь самое глубокое место. Здесь потому, что воды много. По идее, речки штурмуют. Это вот, когда вода выходит с узкого на широкое, и под конец она расплывается, и ее становится намного меньше. Я не знаю, ребят, что мне, босиком, что ли, а вдруг камушек воткнется. Блин, что-то прям страхово реально. Так реально страхово, пацаны. Не, ну, прям реально страхово. Пол колеса, в принципе, Нивского, да? У меня движок, у меня движок выше получается. Получается. Воздуховод, карп. Получается. Получается, что-то где-то наравне как раз таки вот с этой херней. Не знаю. Давайте, пацаны, рискнем тогда. Что делать? Сейчас движок маленько подостынет, пусть минут пять. Я пока разденусь, попью водичку. Да, надо заткнуть чем-то, наверное, его будет. Чем заткнуть его? Перчаткой, пакетом. Сейчас посмотрим. А, у меня же пакеты есть, да. Сейчас, пацаны, заткнем тогда пакетом, что, впускной. Чтоб не в цилиндром, не главное, чтоб не попала вода. Это вообще печально будет. А тут еще есть этот, как его? Фильтрик. Да. Да. Туда тоже его вверх поднимем. В принципе, она не должна через него затечь. Кто знает. Ну, давайте заткнем, блин, по-любому. Посильнее туда затолкаем. Однозначно, заводить не стоит, проезжать. Это риск, очень большой риск, пацаны. И вот здесь есть сливной этот. Не сливной, а дренажный. Через него может затечь. Но хоть так она уже не попадет, по идее. А разбирать я не буду сейчас. Вот. Тогда что, погнали? Аккумуляторы поменять надо сейчас, батарея. Все, батарея заряжена на новые. Сейчас будем вот так вот обходить. Погнали. Батареи зарядил, другие поставил. Сейчас, пацаны, будем... Я, короче, принял такое решение, то, что не буду я снимать обувь, вот, не буду идти в носках. Мало ли что, вдруг острый камень. Лучше ноги пускай промокнут, а потом они высохнут. Вот мое решение. А просто, короче, засучу. Вот. Ну, носки можно было бы снять. Ну, а смысл снимать носки, если ты оденешь опять в мокрые кроссовки? Смысла нету тоже. Поэтому ноги у меня и так мокрые. Короче, погнали, пацаны. Все, но это жестко, конечно, пацаны. А что делать, блин? Давайте, пойдемте. Вообще, так непривычно. Но я заткнул, пацаны, вот здесь вот. Там я не заткнул, потому что там не заткнешь, там надо маленький этот. Но там смысла нету. Нет, смысл есть, но нереально заткнуть. А что, если мы пойдем... Нет, по центру смысла идти нет. Блин, пацаны, сейчас такая холодная вода. Давайте, что... Ну, блин, мутная вода, конечно. Сейчас проехал один, муть и поднял здесь. Что, пацаны, будем обходить? В принципе, здесь, как говорится, пол колеса, как мне сказали. А что, деваться некуда. Да все. Ну, офигеть, а! Трэш. Пока нормально еще. Так, сейчас уже утопнет. Сейчас уже вариатор скоро в воде будет. Что-то смысла как бы не вижу я, ребята. Вариатор, если в воде будет, в мутной, там песок будет. Это уже будет, короче, беда. Вот. Что-то неохота мне здесь идти вот так. Пойдем по наименьшему, наверное. Где-то здесь в круговую идти. Давайте пойдем вот здесь вот. По-узкому. Хотя и самое глубокое место. Давайте пройду я вообще пешочком пройду сейчас, пацаны. Сперва пройду я, а потом посмотрим. Что-то как бы это опасненько. Может, вот здесь вот. Здесь вот я вижу еще дно. Здесь вот, кстати, видно дно. Какую-нибудь палочку взять. Здесь довольно-таки крупные камни, пацаны. Ух, нифига себе. Лишь бы не упасть, у меня и телефон в кармане. Да здесь по колено, пацаны. Ну не по колено, вот самое глубокое место. Это вот оно. Ну и все, в принципе, я прошел. Вот оно, пацаны. Ну, в принципе, можно что, по идее. Можно попробовать. Да, так течение сносит маленечко здесь. Нормальное такое течение. Прикольно. Мне вот так вот, пацаны, почти. Ну не по колено, но, блин, сейчас я вам покажу. Вот если взять с мотором, мне как раз-таки вот так вот. Вот, вот, это, считайте, фильтр будет полностью в воде. Вариатор в воде, карбюратор в воде. Эх, что мне его поднимать, что ли, так тащить? Тоже смысла нету. На Урале бы я прям, джух, прям вообще без проблем бы проехал. Что же делать-то, а? Что же делать-то, а? Здесь мутная вода, блин, подняли мути. Такое ощущение, как будто здесь глубже. Ну, здесь пока вот по носкам. А здесь вот пока по носкам, да. Вот, по носкам. А там дальше все глубже будешь ты. Я боюсь как бы не упасть, потому что телефон в кармане, лишь бы он не намок. Да здесь такая же хрень, пацаны, почти, почти это, наполовину, чем до колена. Движок все равно в воде будет весь. Все равно движок в воде будет. Я потом хер его знаю, это уеду, не уеду, заведется, не заведется он. Карбюратор, вот смотрите сами. Короче, камера, вот если вот ставлю я ровно, вот по камеру, пацаны, вот так вот будет. Это, считайте, карбюратор полностью в воде будет. По-любому в цилиндр вода попадет. Печальненько, печальненько, печальненько. Вот, то, что движка в воде будет полностью. Мне смысла нету этого делать. Да, блин, а, офигеть. Спасибо, пацаны, посмотрите. Скоро будут стримы. Вот, я сейчас, у меня вообще мозги забиты. Сейчас вы бы знали бы, чем ремонтом автомобиля. Вот, сегодня я себе устроил такой выходной. Просто решил покататься, так как погода нестабильная. Идет дождь. А я забил, короче, хер, пацаны, на дождь. И мне как-то стало вообще пофиг, что буду я мокрый или не буду я мокрый. Вообще прям, будет ливень идти, не будет ливень идти. Мне прям вообще стало так пофиг на это. То, что будет меня брызгать в лужах из-под КамАЗа, или не будет брызгать в лужах. Мне стало на это вообще пофигу. И я просто думаю, да, я сделаю себе выходной, а. Покатаюсь, блин, на мопеде. Или как в песне на старом древнем велосипеде. Вот, как в Сектор Газа. Хорошо в деревне летом покататься на мопеде. Посмотреть, как там колхозники. Если ты здоровый и сильный бугай, лег на травку. Нормально, ладно, ничего нам переживать, как бы нечего. Тот, кто смотрит, тот понимает, в чем суть видео. Как бы цель проехать туда, а там река. Вот, и через эту реку проехать нам можно, но очень трудно будет. Ну, короче, с последствием. Вот, а чтобы устранить эти последствия, как залитая свечка, залитый цилиндром водой. Вот. У меня даже свечного ключа нет. Ну, это как бы минимум, да, ребята, выпрыгать свечку, продуть. А то, что вода попадет в движок, в сам двигатель и смешается с маслом, это уже как бы будет совсем другой вопрос, совсем другая проблема. Придется искать масло, менять масло, блин. Это вообще очень... Это, ребята, целое ТО будет. То, что оно мне сейчас вообще не надо. Я потрачу, наверное, намного меньше времени, то, что сейчас буду я ехать, кайфовать ветерком и наслаждаться. 30 километров проеду. Сейчас будет чернющая. Потом я закидаю то, что вы не заведете мотор. А у меня, я повторяюсь, ни одного ключа нету. Даже отверточки маленькой. Да хоть какой, блин. Субтитры подогнал «Симон»!